Здравствуйте, дорогой подписчик и гости моего канала. В последнее время в интернете набирает большую популярность тема готовки. И на моем канале я в прошлом году залил видео, связанное с готовкой тушенки рыбной, своими руками, рыбной консервы. И я не думал, что так много будет народа смотреть. Я ссылку оставлю в описании. Так, то, что касается твердь самогона. Смотрите, что нам понадобится, чтобы сделать самогон. Это вот такой бак, можно меньше емкости. У меня вот на данный момент есть такой бак. Где-то здесь литров приблизительно 25. Ну, приблизительно там, могу ошибаться. Я налью воды где-то вот по этот уровень. Засыплю туда сахар. Вот у меня сахар приготовлен. 7 килограмм. Обычный, обыкновенный от сахара, белый. И вот нацеплю туда вот такие спиртовые дрожжи. Так, английское качество брожения. Крепость до 14%. Made in Great Britain. Я, конечно, сомневаюсь, но ладно. Потом я немножко на газу подогрелю, чтобы водичка была теплая. Герметично закручу вот эту пробку. Ключом. Здесь вот надо будет что-то сделать, чтобы не перегибался шланг. И вот этот конец я ставлю в пластиковую бутылку, где будет воды налита 1 третья часть. Ну, это будет как гидрозатвор. И оставлю до тех пор, пока не перебродит. Ну вот, наконец-то сегодня наступил тот день, когда уже можно выгнать. Я вот только-только буквально пару минут поставил. Вот такой вот приблуду здесь соорудил. Так, смотрите. Получается, когда начнет уже отсюда идти самогон, надо будет включить воду, чтобы холодильник охлаждался вот таким вот образом. Но пока сейчас еще рано. Вот. Немножко я под наклоном вот этот холодильник. Вот так вот приспособил. Видите, да? Так, конструкция. Система BBC. Метр едет, два неси. Так вот я прикрутился. Потом надо будет поменьше убавить этот огонь. Сейчас-то чересчур. Так, как узнать, что брага готова? Когда вы подносите спичку, вот здесь вот я раскручивал, подносил спичку, если еще углекислый газ выделяется, значит спичка будет гаснуть. Если вы подносите и не гаснет, тогда брага готова. Либо, допустим, еще такой вариант на вкус. Ну, пробуйте, если не сладко, такой кисловато, не кисловато, а такой, как бы, ну, спиртом уже немного отдает, это уже тоже готово. А если будет брага сладкая, то еще не перебродила. Так, ну, потом будет включение, когда уже отсюда пойдет первак. Вот так выглядит сам процесс. Сейчас кто-то ватку вставляет. Ну, так как я не профессионал, новичок. Может, со временем когда-то. Само охлаждение. Вот видите, здесь можно больше-меньше. Вот я так чуть-чуть поставил, чтобы охлаждалось, потому что если вообще без воды, то холодильник нагревается очень сильно и не дотронулся. Вот, а сейчас вот он такой еле-еле тепленький. Так, по поводу первака. Я ничего отделять не буду. У меня все будет в одном целом. Вот пока будет гореть, как бы будет все в одной емкости, чтобы она размешалась и было одного градуса. Ну, я приблизительно и так могу сказать, хотя у меня и градусника нет, что в конце будет где-то градусом все в общем. Этот самогон 60-65. Ну, если кто-то будет добавлять в марганцовке буквально там капельку-капельку чуть-чуть, чтобы вот эти сивушные масла отсеять, то немножко градус потеряется. Вот, я не знаю еще, мне хотя бы вот так-то с этим определиться. Сейчас вам покажу, горит ли этот самогон или нет. Давайте проверим. Надо гнать до тех пор, пока будет гореть. Потом этот самогон уже, думаю, бесполезно гнать, если не будет гореть. Вот она горит. Супер! Поставил я вторую баночку. Одна готова. Должно, по идее, вот с этого бака получится 7 литров. Потом я это вот все сюда перелью, чтобы она смешалась, была единая. и поставлю, чтобы отставился. Самое главное, чтобы самогон хранился в стекле, только не в пластике, чтобы не набирал в себя этой пластмассы. Ну вот, таким образом, я вам показал, как можно самому сделать без проблем самогон. Всем удачи! И до скорых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дорогие друзья! Продолжение следует...